Между двух огней 5000 километров разлучили мать с собственным ребенком. Его тайно вывез отец из Приморского в Алтайский край. Якобы на летние каникулы отдыхать в Табунский район. В непростой ситуации попыталась разобраться наша съемочная группа. Для Инны Звигольской из Приморского края лето проходит не так, как она планировала. Из родного партизанска ей пришлось уехать в Табунский район Алтайского края. Вслед за мужем, который внезапно и без ее ведома, как рассказывает женщина, увез сына к своим родителям. Якобы на каникулы. Но затем позвонили из школы партизанска. Сказали, что отец забрал документы сына. К этому времени у нас сложилась очень непростая ситуация в нашей семье. То есть дело шло к разводу, причем это дело не одного года. То есть смысл сохранять семью на тот момент уже не было. Может быть таким образом Роман, действуя через Данила, хотел сохранить семью. Инна рассказывает, сын с отцом очень хорошо ладили между собой, приятельствовали. Она же требовала больше дисциплины. Также, по словам Инны, у отца психическое заболевание. В связи с этим суд постановил провести психиатрическую экспертизу, причем всем троим. И отцу, и матери, и ребенку. Еще одна сторона конфликта – брат отца. Он утверждает, сейчас с ребенком все в порядке. А сын его сейчас где? На Яровом. На Яровом отдыхает, да? А как, он один его, одного его отправил или нет? Не понял. Он его одного отправил или нет? Почему с родителями, с моими именами? За комментарием наш телеканал обратился к юристу. И специалист объяснил, какие в этом случае есть права у отца, матери и самого ребенка. По сути, сейчас права у них равны. До вынесения судом решения об определении местожительства ребенка, то есть с кем он определит, после этого решения права другого родителя будут немножечко как бы ущемлены. Когда ребенку исполнилось 10 лет, у него возникает право в суде говорить свою точку зрения. И судья обязан эту точку зрения учесть. Добавим, Алтайский следственный комитет по заявлению матери начал проверку о похищении несовершеннолетнего сына. Следствию предстоит выяснить обстоятельства, при которых ребенок прибыл на территорию Алтайского края, и проверить его настоящие условия проживания. По материалам проверки будет принято процессуальное решение. Теперь сторонам остается ждать результатов судебной экспертизы и проверки следственного комитета. А решение, кто будет опекать сына после развода, примет суд. Владислав Кориенко, Александр Морозов. Новости.